Конец осени в Измаиле выдался особенно жарким. И дело не только в погоде. В городе состоялось грандиозное событие – приезд голливудского актера, 11-кратного чемпиона мира по кикбоксингу Дона Дракона Уилсона. Именитый гость посетил Украину и Придунавье, в частности, по приглашению общественной организации «Центр развития Бессарабии» и ее соучредителя-мецената Виктора Куртьева. Цель мероприятия – увлечь молодежь занятиями спортом, а действующим спортсменам предоставить возможность усовершенствовать и разнообразить свои навыки на семинарах с чемпионом. По словам Виктора Куртьева, визит звезды – это еще и дань детскому увлечению. Вот лет 30 назад, в далеком 89-м году, этот маленький мальчик, который жил в Крымшином, начал на постоянной основе ездить в город Измаил видеосалоны. Единственное, стоило 1 рубль советский. Поэтому то, что мы делаем сейчас, сегодня с Домом, в марте месяца Синтия, я признаю, что это может быть компенсация на их детских комплексах или месяцах. Знакомство Дона Уилсона с молодежью Бессарабии прошло в стенах Измаильского государственного гуманитарного университета. На пресс-конференции он пообщался со студентами и поклонниками, рассказал о себе, своих жизненных взглядах. Дракон родился в смешанной ирландско-японской семье. Мир единоборств для него в юные годы открыл старший брат, который к тому времени имел черный пояс по кунг-фу. Именно этот вид китайского боевого искусства стал стартовым для Дона. Затем он переключился на кикбоксинг. Это увлечение переросло в профессию. За 40 лет спортивной карьеры Дракон провел больше сотни боев, в 48 из которых победил нокаутом. Титулованный спортсмен начал сниматься в кино в 90-х после знакомства с Чаком Норрисом. Послужной список актера насчитывает несколько десятков фильмов, насыщенных опасными трюками. Журналист Бессарабского медиахолдинга поинтересовалась у звезды, доводилось ли ему прибегать к услугам дублера. В таких сценах, где бьются люди, он делается только сам. И я делал некоторые высокие падения, где он падает из строительства. И даже несколько он делал, когда он мусил падать из большей высокой строительства. И я делал шансы на тренинге. Я делал шансы на тренинге. Вы знаете, Том Круз, он мает сцену, да он тримается за летак. Так само и я маю его сцену. Последние несколько лет Дон Уилсон ездит по всему миру, вдохновляя людей на спортивный образ жизни и обучая искусству боя. В основном тренирует взрослых. А массовая работа с детьми, как во время поездки в Украину, стала для него новым интересным опытом. Бессарабское гостеприимство, открытые люди, отменная кухня и красивые женщины настолько впечатлили дракона, что он пообещал вернуться к нам вновь для того, чтобы снять собственный фильм, в котором выступит в качестве продюсера. В завершении пресс-конференции, время которой в оживленных диалогах с аудиторией пролетело незаметно, Дон Уилсон посоветовал собравшимся не бояться по жизни своих ошибок и промахов. Он говорит, что ошибки – это очень хорошо, потому что вы найдете, что вы точно не должны делать и не должны делать. Когда вы выиграете, вы просто святкуете и забываете про это. А когда я програбал, я постоянно, и каждый так, я постоянно вишукую, вивчаю цю пику и просто смотрю, где я помилился, где я был неправим. Я думаю, что в моей жизни, если было одно, что я делал, даже как ребенок, без участия, я превратил негативное в позитивное. Я всегда, даже когда я была в семье, я всегда пыталась негативное перетворить в позитивное. Именно такая жизненная позиция и стала одним из ингредиентов рецепта успеха Дона Уилсона. Вдохновленный услышанным, публика долго не хотела отпускать звезду. Он уделил время каждому, не отказав ни в автографе, ни в совместном фото. Но и это еще не все. Самое интересное, как водится, организаторы приберегли на десерт. Им стал гранд-семинар для спортсменов и любителей единоборств. Он прошел в спортивном комплексе в селе Каменка Измаильского района. Мы все помним в 90-е годы его фильмы. Это легенда спорта, легенда кикбоксинга. И это в рамках тура легендарной личности по стране. Он был в Киеве, в Южноукраинске, в Одессе и в Бессарабии. Сегодня это, возможно, с детком представляется в Каменке. Я занимаюсь карте, я чемпион Европы. У меня черный пояс, вот как видите. Пошел увидеться с голливудской звездой. Семинар собрал более 300 детей со всей Бессарабии возрастом от 5 лет и старше. Кроме измаильчан на мастер-класс в сопровождении тренеров приехали юные спортсмены из Вилково, Арциза, Килии, Рени, Сараты, Белграднестровского и Болграда. Я отобрал более перспективных ребят, из которых половина соревнующиеся спортсмены, чтобы ребята потренировались, прониклись действительно словами профессионального спортсмена в прошлом, чемпиона, потому что это действительно достойная личность. 11-кратный чемпион мира по полноконтактному карате и кикбоксингу. Это очень серьезно. Трех весовых категорий. На протяжении двух часов титулованный спортсмен обучал детей приемам самообороны, объясняя подробно, для чего нужно то или иное движение. Мастер подходил к ребятам и подсказывал технику отрабатываемых приемов. Его ассистентами выступили тренеры из бессарабских клубов. Сегодня принимает участие больше 300 человек. То есть это все спортсмены разных направлений, стилей, боевых искусств. Сам Дом, он мастер по кикбоксингу. Как я сказал, 11-кратный чемпион мира. И сегодня он демонстрирует технику именно кикбоксинга для всех. Но вот кикбоксинг сегодня популярный вид спорта в Украине. И ребята, которые занимаются боевыми искусствами, получат навык, опыт работы руками, ногами именно в направлении кикбоксинга. Программу мастер-класса составляли совместно президент Всемирной Организации «Шинкарате» Андрей Рикунов и Олег Шиляев. По их признанию, семинар собрал беспрецедентное количество участников. Раньше им доводилось работать с группами максимум до 50 человек. Организаторы семинара приняли решение дать возможность всем желающим встретиться с голливудской звездой. Надеемся, что проведение таких спортивных праздников станет для Бессарабии хорошей традицией и поможет ребятам достигать новых высот.